Друзья, перед тем, как начать смотреть этот выпуск, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Для чего это нужно? Для того, что в конце этого мощного нового формата будет не менее топовый розыгрыш. Будет три позиции, которые у вас при этом длины. А сейчас мы начинаем новый формат, и он называется «Найди меня» по-фанатски. И мы сейчас находимся в городе Екатеринбург. Завтра играет московский «Спартака» здесь против Урала. Естественно, мы на футбол не идем, все мы помним нового «Найди». А в данный момент в Москве, всем известный Иван Стронг, кто его не знает, в этом выпуске с ним познакомится, приезжает на тренировку народной команды, где его будет жать сюрприз. Формат этого ролика следующий. Герой, помимо меня, знает, что нужно будет куда-то ехать. Скорее всего, это будет выезд «Спартака», но без прещения футбола. Но не знает всех правил. Правила вы увидите по ходу этого выпуска. Начало, в общем, с того, что Иван получит первый свой конверт, где он узнает, что билет на сомнёт у него куплен, но бюджет на этот выезд у него ограничен. А найти он должен до стартового свистка. Стартный свисток будет 8 часов по местному времени. Местное время – это Екатеринбург. Поэтому, Ивана, желаю тебе удачи. Друзья, вы поддержите Ивана. Ссылка на его телеграм-канал перед вашими глазами. И также поддержите нас, потому что это новый формат. Это очень интересная история и очень, друзья, дорогая. Об этом нам помогают наши друзья из бутмитерской компании «Минлайн», которые поддерживают нас уже очень долгое время. Говорим им спасибо. Переходим в закреплённый комментарий. Переходим по ссылке, включим барабан. Получаем фрибэ до 10 тысяч рублей. Выбираем любимую команду. У меня команда «Спартака». Ну что, нового выпускника «Фаната» ставим лайк, присаживаемся поудобнее и наблюдаем за этой интереснейшей историей. Речка и сеть, латинка, центр города. Сзади меня «Хаят», где будет жить московский «Спартак». И отсюда мы берём свой старт. Язуй, шеф! Чего у тебя за дела? Такси, как? В Калик семьи приехали. А что, по поводу чего вообще? Не без опоздания. Вещи с собой взять. Реально? Жена кинула трусы, носки в рюкзак. А тренировочные? И тренировочные. А я срать хочу. Можешь посрать? Хочешь, он на паздунку. Внёдя минуты. Он мне сказал, что он здесь уже. Ладно, на самом деле, у меня тут, короче, высый день. Высый почтальон мне принёс, короче, письмо для тебя. Переотгадывай загадки. Моя задача передать тебе его. Ничего, ль, бля. Ты надеюсь, есть бабки? Давай, читай. Смотри. Ну что, друзья, сейчас начинается самое весёлое, самое интересное для Ивана Стронга. Иван был полностью уверен в том, что я также буду находиться в Сокольниках, и мы с ним вместе возьмём старт в Екатеринбурге. Смотрим эмоции Ивана и наслаждаемся началом этого путешествия. Потренироваться тебе не суждено, хоть и твоей медийности уже нет предела, но мы придумали, как сделать тебя ещё более популярным. Тебе суждено отправиться в Екатеринбург на матч с Спартаком. Задача простая. Найти кучера до стартового свиска. Мощники, которые тебе помогут, находься в конверте. И помни главное, деньги нужно тратить с умом. Удачи. Где-то я эту тему уже видел. И самое главное, либо ты получишь ценный приз, либо выполнять наказание. Самолётом пользоваться нельзя, блядь. Чё за х**ть, поблокотели, братика? Да, я думал, ты РЖД сначала, да ушёл, блядь. В Екатеринбурге, поскольку у тебя вылет там где-то прям. А что это за гроши, блядь? Двуха, это на пыло. Слышь, пропьём! На пыло. У тебя билет, а двуху нам свечём, оставь, мы поднайдём и применение. Погоди, в 22.00. Ты надо уже мчать. Откуда? Аэропорт? У тебя буквально 3 часа. Какой аэропорт, Ванечка? А где написано? Глот, да. Терминал, Домодедово. Газуй, газуй. Домодедово, блядь, 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 блядь. Я был на Павелецке, блядь, блядь, блядь. В 19.05 тебе надо уже отсюда свалить. Я срать хочу. Ты не успеешь? Можно я посру и побегу? Абеку есть? Аэропорт Домодедово. Два часа, не, не успеем, брат. Давай я тебе такси закажу, тебе бабки нужны сэкономить. А у меня баллы. У меня баллы есть. Да давай я тебе закажу, лоб, не выступай. Семья превыше всего. Так, что, звони моропододателю, потому что я не отпрошелся с работу. Завтра так-то надо пойти. Маш. Привет. Привет, еще раз. Привет, привет. Слушай, я там завтра не смогу на работу выйти. Почему? Ну, мне там пришлось уехать, личные обстоятельства. Ну, а ты на связи будешь, у тебя достать грушки, да? Да, я думаю, буду на связи, телефон со мной. Ну, все, хорошо. Давай, пока. Только на связи будь, давай, пока. Да. Кумира на месте. Только одного кумира не хватает, Ивана Стронга. Вань, привет. Друзья, кто помнит видео из Абудаби, красно-белого Абудаби? Все видосы помнили? Ты помнишь этот день? Я так рад тебя видеть вообще. Давай с тобой еще раз обнимемся. Это здорово. Друзья, ну, не знаю, у меня эмоции. Просто меня вернули назад. Ну, давай еще раз. Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! С Москвы приехала. Голод Москва. Называется Слана-Лоссия. Девочка-баленькая сидит рот. Она здесь мачки, переживает Спартак и орет вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Друзья, ну, это лайк. Это лайк. Пока Иван Стронг сейчас едет куда-то сюда, мы ждем команду. Красава, тебе есть. Молодец. Мы находимся в Хаяте, ждем команду. Здесь живет Спартак. Пришло сообщение от Вани Стронга. Слышь, козел, а почему тебя не было здесь, в этом, около манежа? Вот их херню мне вот это вручили. Ты знаешь, я такой не люблю ни хрена. Иван не понимает, что происходит. Новый кружочек от Ивана. Мы сейчас с ним пытаемся переписывать за кружками, но... Это очень смешно. Слышь, придурок, отойдет уже в Екатеринбурге. Есть. Молодец. Ага. Да, я тебе найду, блин. Я уже опять понимаю, как ты искать. Блядь, мозг нас величит. Ну, это ерзо. Хочется вам сказать одно, что, Иван, ты будешь где-то мучиться, где-то страдать, где-то просто кайковать от этого выпуска. В общем, история начинается красивая. Вышел Бильер, Мябаскаль, пойдем поздороваться. Жене нам позвонить. Что-то не позвонить. Приешу, тебе вещи за двереста. Алло. Лиль. Да. Слушай, тут такое дело. Короче, мне вручили повестку и... и билет в Екатеринбург. Угу. Короче, у меня два дня дома не будет. Ну, хорошо. Я так подразумевал. Сказал, что... Ну, я не ожидал, что... Я не ожидал, что настолько. Не ожидал, что настолько, да. Поэтому... Классно. Я буду болеть. Давай. Сделать все возможное, чтобы проиграть. А что выиграть-то? Тут не написан приз. Ценный приз, по-настоящему. Тут ценный приз, но... Главное нет, а не приз. Главное победа. А, хорошо. А ты меня ждешь дома-то вообще, нет потом? С призом или как? Я тебя жду всегда. В любом состоянии. Ну, все, давай. Целую тебя, как буду в аэропорту, я тебе напишу. Позвоню. О, будешь и ответить. Давай, братик, удачи тебе. Ну, знаю одно, что ты меня не найдешь никогда. Как бы ты сильно не хотел. А когда я захочу, я сам выйду к тебе на связь. Хорошей тебе дороги и помни, трати деньги с умом. До завтра. Короче, я знаю, как его найти. Он спалился с гостишкой уже. Я считаю, что, блядь, мне даже подсказки не нужны. Я сейчас по фотогалереям гостишки все, короче, пока буду ехать в аэр-экспрессе, увижу, посмотрю и найду эту высылу пипирку, блядь, раньше, чем он мне даже задание следующее дадут. Он мне говорит, найти его по-фанатски, это значит бичевать. Я уже не привык к этому лет 7, наверное. Я последний раз на тысячу рублей, на тысячу рублей последний раз гонял на выезд, по-моему, в Сербию. Когда у меня были проблемы с деньгами, а билеты были на руках. И у нас на двоих с корешем было всего 2 тысячи рублей, блядь. Но мы же как-то выжили бы. Мне кажется, что где нас окружают специальные какие-то подстроенные люди, актеры. Тамасы от Кучера, которые хотят вручить мне следующее задание. Они очень сильно палятся, смотрели на стройники, парень. До аэропорта. Стандарт? Стандарт, конечно. Если есть еще эконом, то вообще можно экономить. Самый дешевый билет. Денег нет. А льготы какие-то есть у вас? Социальная карта есть? С собой нет. Москва. Но я же москвич, я могу прописку показать. Тебе покажите? Не, не надо. Последние слезы, вот они. Пивко. Либо не пивко. Надо будет подумать хорошо. Надо ездить. Кучер, я тебе запомню это. Приеду, я тебе найду лысину начищенную. Так, 8 часов, 14 минут. Мы на Аэр-экспрессе. Через 45 минут мы будем в аэропорту. Возьмем пивка и пусть. Кусенька. Я вот только не понимаю, деньги надо тратить с умом. И помню, тратить деньги с умом. До завтра. Мы сейчас потратили с умом, потому что мы бы быстрее не добрались до аэропорта. Ценный приз, либо выполняешь наказание. А какое наказание, кстати. Вот это вот пропустил. Короче, есть инфа, что Кучер спалился уже до того, как я еще прилетел в Екатеринбург. Он мне записывал кружочек из какого-то лобби отеля. Мы сейчас будем пробивать этот отель по всем фоткам. Я тебя найду. Кучер до следующего задания. Короче, в говне Кучер жить не будет. Тем более, если спонсор в Инлайн. Винлайн за все заплатит. Имейте я еду. Сзади меня Хаят, где будет жить Московский Спардак. Слишком дорого. Романда, до центра 10 километров. Ну, надо тоже мыслить иногда так, что он либо в центре, и в таком более-менее нормальном отеле. Потому что в лобби там был такой холл. Очень хороший обставленный. Онегин. 23 тысячи за две ночи. Дороговато. Я в целом ничего продаю, а все нормально. Все понятно, у тебя все нормально. Так, тут роль с вами. Так, бар. Бар, бар. Вот, зелень. Смотри, высокие потолки, зелень. Смотрим, потолки и зелень. Нет, не она. Ищем дальше. Я вас вычислил уже по видосикам с ваших кружков. Я уже нашел гостишки. Провел расследование. Поэтому ждите меня ночью сегодня. И готовьте гонорар, что мы будем гулять две ночи, не одну завтра. Короче, испугалась. Не знаю. Поверят, не поверят. А прикинь, поверят и переселятся сейчас, блядь. Могут? Да, я думаю, нет. Нет? А теперь внимание, они уже обосрались. Действительно, Иван думал, что мы уже обосрались. И мы поверили ему, что он знает, где мы находимся, где мы будем жить. И что Иван у нас Шерлок Холмс. Однако мы решили подыграть ему в этой ситуации и сделать так, чтобы Иван действительно поверил в это. Тем самым мы начали играть с ним. Так называемые кошки-мышки. Найди меня по-фанатски, набирает оборот. Они уже у меня на крючке. Ваня, ну ты молодец. Раз ты провел расследование, раз ты, не знаю, выяснил, вычислил, где мы находимся. Может быть, уже наши подписчики написали в комментариях, где мы находимся. Тебе подсказали. Ну, Паша, я думаю, что тут без шансов. Что самое интересное, Паша, кого вы видели в наших выпусках, дневника фаната красно-белой региона, подсказка сейчас всплывает здесь. Можете еще раз его посмотреть. Паша тоже в этом выпуске будет исполнять ключевые уроки. 100-406, побежали. Кочери, надеюсь, у нас бизнес, нет? Погнали. Короче, сейчас взяли билеты. Говорят, одно место в бизнесе. Ситуация с бизнес-классом, она дает старт тому, что будет происходить дальше. Так получилось, и вы знаете, кто летает, что такое происходит, когда самолет полупустой, то пассажирам могут дать бизнес-класс. Ивану выпал бизнес-класс, Ивану выпал золотой билет, и дальше Иван столкнется с еще одним золотым билетом, который от него уйдет. Это будет чуть-чуть дальше. Ситуация с бизнес-классом, она нам очень помогла в эмоциональном плане, для того, чтобы выпуск был еще интереснее. Продолжаем смотреть. Кучер, я люблю. Продолжаем. Продолжаем. Расскажите, пожалуйста, сколько певкового стоит? Какое? Светлое, сомненькое. Светлое которого? Светлое, а 4... Как от души отдаю? Ну ты же сказал с умом тратить? Нифига Спасибо большое Вот как выглядят 500 рублей нынешний день Хлопит Я думал в бизнес классе можно отдохнуть Но это невозможно Да Кучер спасибо тебе за общий ужин Вот такой Места топ Ужин не очень Сейчас на приезду посмотрим Такое задание будет И мы там уже что-нибудь придумали Ну что друзья на этой прекрасной ноте мы завершаем сегодняшний день Ну как сказать прекрасное Конечно же Ну так как эти колодки Или там что не знаю скрипит Короче гостиница Хаят На сегодня все Послание Стронгу мы оставили Конверт с его впиской У тебя машина собьет сейчас Какая? Я не буду говорить какая Удачи! Не хотелось бы там оказаться Поэтому все что мы едем отдыхать Буквально там в 2-30 ночи прилетает Иван И начинается новая новая пасхалочка Друзья надеюсь вам нравится Мы старались мы думали долго над этим Выпуском над этим новым форматом Поэтому максимальная поддержка Все ради вас В этом выпуске ради Ивана Стронга Ну все Женечка Поехали отдыхать я устал Налево направо Локация внимательно Посмотреть Что здесь нету Я вот сейчас нахожусь на площади аэропорта Здесь ничего не происходит Так короче Кучер Я не знаю Либо я себе Либо я тебе захватил обед Или завтрак Самолета Я его сейчас засушу еще Стричка Угрызу я или ты А во Приветствую тебя прямиком Прямиком с Екатеринбурга Только что добрались Я знаю что ты тоже очень много выездов Сделал за Спартак Поэтому я от души хочу помочь тебе в том Что ты будешь выполнять в течение дня Вот я тоже в теме как видишь Поэтому от души хочу чтобы ты сегодня выспался В комфортабельном гостиничном номере И то что тебе нужно Находится там где ночью стало ясно В одном из выпусков дневника фанатов Удачи тебе Что есть в смысле? Дневника фаната Ясно Все ясно стало теперь Друг как в сказке Нет? Я не фаната Дожги огонь Дожги огонь Дожги огонь Дожги огонь в свои глаза Как оказалось Я просто про него забыл Здесь Чуть подать праздное время Мы говорили что мы встанем На той строке реки Спироте Отель вот это что? Команда должна была обнимать Окошко Она помахать А мы зажигаем факина Это выходит Отель команды На поводу той темы Расскажите Потому что тогда конечно все было очень хорошо Отель на виду на Орелку Отлично Мы заходим в Яндекс Яндекс карты Отель Мы пишем отель Ищем отель рядом с рекой Теперь нам нужен Екатеринбург Я уже замерз Река Река вот эта Отлично Видимо это центр города Должен С видом Резиденции Похожи Мне кажется Нихрена Не похожи Которые с видом А вот это прекрасно река Но Мы говорили что мы станем На той стороне реки Спиротехникой И как бы команда должна была Выпьем в окошко Она помахать И мы зажигаем факелы Это было очень круто Кстати Это было очень круто Сейчас увидите эти кадры По поводу той темы Расскажи Тогда конечно все было очень Хаят Они в Хаяте? Наверное Ну слушай Либо Хаят А там что-то еще есть? Хаят Есть резиденция Есть Но это херня Точно они там не будут Они должны были стоять На другой стороне Вот на этой стороне Они стоят на набережной Вот мост Так Окей Мы разобрались Что мы едем К отелю К какому? К Хаят Поехали Поехали к отелю Хаят Как? Вопрос номер два Как ехать? Тысяча рублей в кармане Яндекс такси Яндекс такси Смотрим сколько это стоит Слушай, ну Хаят Я тебе честно скажу Я смотрел в самолете До взлета Опять пересматривал видосы Кучера Кружки в Телеграме И проводил параллели И второй отель У меня был Посетить Это именно ночью Если мы сейчас приедем Там задание Мне не понравится Именно Хаят Потому что по архитектуре Декору Очень было похоже И как бы Я еду уже за тобой Сережа Сюда Сюда иди 800 рублей стоит такси Вяжу за машинами Я без денег останусь Шеф Это же Хаят Мы че пешком А шлагбаумом Должны идти Вилайн за все заплатят И такси тоже Правда Денег мало Пожалуйста Спасибо Сдачу можно Да там вот Здесь вы сказали Ну че Последние бабосики Надо потратить с умом Пойдем Я отвечаю Что кучер Сидел здесь Вот 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 здесь Ты на пол шага Впереди меня кучер На пол шага Отвечаете Я тебя найду быстрее Че ты думаешь Без твоих подсказок Доброй ночи Доброй Скажите пожалуйста Там какой то конверт Хорошо Сейчас посмотрим А Уже Кучер Я уже у тебя на пятачку На пятачку Скоро Но он не на фамилии Он для Ивана Вот Это я Покой ночи брат Давайте откроем Я надеюсь номер здесь А не в хостеле В каком то соседнем А не в хостеле В каком то соседнем Друзья Помните ситуацию С бизнес-классом Который Ивану выпал Совершенно случайно Так вот о чем я говорил Сейчас Иван приезжает В гостиницу Хаят И он полностью уверен В том что будет Ночевать здесь Что идет история Бизнес-класса Сейчас идет история С гостиницей Хаят Так вот случай С бизнес-классом Дал нам эти эмоции И дал надежду Стронгу Что жить он будет Так же красиво Как летел в Екатеринбург Однако для Ивана Начинается Самое сложное На этом выезде Ну кстати Я не удивлюсь От кучера Такого Такой приятного Сюрприза А вам интересно? Да Я не знаю что это Вписка В этом конверте Лежит вписка Который ты по праву Заслужил Теперь ты можешь Потратить сэкономленные деньги На кефир Или доширак Вещать тебе На жизнь спать Нужно набраться сил Отель Парус Яхта Парус В этом мире Только мы Один Всего доброго До свидания Было приятно Познакомиться С вами Урод Как мне добраться С вами Денег нет Это все Где он находится А тебя устраивает этот номер? Блин Блин Здесь живет Здесь живет Отвечаю Потому что кружок Они оттуда записывали Кружок Пару все стоят Хочешь Кучер 45 минут Пешком 45 минут Кучер Ты что сумасшедший 300 рублей 300 рублей Осталось Ну шурму Не хватит Я потрачу 30 рублей Последний Сука Козел Ты точно Кто-то посмотрел Адрес Ну конечно Дель Парус Московская Улица 195 Станутся Московская Улица Может я просто посплю здесь И все Вот лавка Просто Джеки Пусти меня Джеки Пойдем Ночью Так Часто Хочется Трисотки у нас есть Мы можем до трисотки Доехать Но Мы не будем Мы не будем их тратить Потому что Нам надо купить что-то покушать Потому что я очень холодный Либо это будет шурма сейчас Либо это будет какой-то сейчас Магаз Но он знал Видишь? Он знал что я их потрачу Он понимал что я не смогу удержаться Я по-любому если куплю Ну пивко в аэропорту Ну ты позабойся Блин Хороший же Ты должен понять меня Я ж на выезде Он там Он там Мы живем А вот здесь Должен быть шаурмичкой Это здесь А где шаурмичка Ребята время Мы прилетели полтора часа назад сюда И мы еще не заселились дате Оооооооооо охооооо Хо-хоооооу Ххххххххх fifteen написание Потому что там пивку есть, ты вообще будешь пить. Ты будешь шурму? Я возьму сосан. Ааа, ты что-нибудь так не будешь? Ааа, души. Вот. Вот, что ты сделал с нами, Серёня. Это самая вкусная и полезная еда на свете. Поверь мне. Спасибо. Еще. Мммм. Чешская пища. В рамках бюджета 50 рублей. Мам, щита. Ааа. Еще за бутылку. У-у-у. Всё. Всем добры ночи. Ааа. Спасибо, Сим. Боготырская вернулась ко мне. Пойдем. Сказать, что я устал, нет, это не устало, честно. Это очень плохое слово. Спасибо, Серёнька, тебе за деревенские апартаменты. Алло, да-да-да. А, мне надо спуститься вниз. А, хорошо, сейчас спущусь. Задание какое-то ставим. Берём с собой, блядь, потому что денег нет. А вот это задание, да, для меня? Да. Началось. Испытай удачу. После долгой ночи и после большого количества километров пути, мы, естественно, позаботились об Иване, чтобы Иван провёл следующий день максимально комфортно. Как обычно, наши агенты заранее оставили конверт на ресепшене отеля Парус. Утром Ивану позвонили в номер, попросили спуститься за конвертом. Мы отправляем Ивана в парк аттракционов. И, конечно же, в конце этого развлечения его будет ждать сюрприз. Про твои храбрость мы наслышаны. Так что давай проверим тебя в деле. Отправляйся в Центральный парк культуры и отдыха аттракционов. Вот цепочная карусель, не путать с малой. Перед этим можешь размяться на ананасовом валюте. Получишь лайк от подписчиков 100%. Искренне желаем удачи. Окей. А как кататься-то? Где бабочки? Кутер. Второй день. Сейчас задача такая. Строн проснулся ему. Позвонили с ресепшена. И дали ему пасхалку. Пасхалку. Ваня сейчас сидит на аттракцион. Мы в этот момент сейчас отправляемся на стадион. Снимаем на стадионе для Вани ещё одно видео с пасхалочкой. И после чего начинаем рыть пятки. Ну что, пока гонки продолжаются, поиски продолжаются. Мы с Женьком приехали в Алиби покушать. Честно говоря, просто делаю от души рекламу. Ребят, ну вы многие знаете, что есть такое заведение в Якате. Называется Алиби. Мы здесь постоянно тусуемся, когда приезжаем сюда. Но в этот раз мы зайдём покушаем. И просто скажем ребятам спасибо за то, что всегда готовы встретить красно-белую банду. И отлично накормить и напоить. Поэтому советую Алиби. На карте найдёте. Мы пойдём покушаем. Так, ну что, давай смотреть, где находятся аттракционы эти. Стену на аттракцион покататься. Кайф. Так, можно пешочком три километра. Надо торопиться, я думаю. Потому что времени осталось 6,5 часов. Спросить масло. Масло у меня есть. У меня есть просто хлеб с собой. У меня тут масло было. Просто я такой голодный. Либо я себе, либо я тебе захватил обед. Или завтрак. С самолёта. Легендарный торопиться хлеба с самолёта. Я его специально не стал выкидывать. Потому что я понимал, что денег на еду не хватит. Один мне достаточно один. А я прям намажу, можно? Намажу прямо сейчас. Да, конечно. Спасибо большое. Вот здесь просить можно, да? Конечно. Давай, садись. Может, кашу хотите? А, есть каша. Овсяная. Ой, спасибо большое. Отдам вам. Если угостить, я буду погадать. Просто у меня денег нету. Какие добрые люди тут есть, а. Просто. Садись, Макс. К сожалению, мне запретили в итоге пользоваться собственными средствами. Денежными. И, помимо этого, еще мне запретили пользоваться деньгами, которые мне скинули пацаны. Спасибо вам большое. Да, здоровья. Дай Бог вам здоровья. А, тоже здоровья. Ой, сегодня она точно мне пригодится. Мне кажется, ветер. Ммм. Сука. Как это вкусно. Ммм. Туди здесь хорошие. Работают. Отель. Ярс. 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 У меня есть бонусы, мы выживаем как можем, пойдём. Поэтому мы сейчас зайдём. Быстренько перекусим во вкусную точку. 34 бонуса, сейчас их потратим на что-нибудь полезное. 2 рубля даю максимум. Мы взяли из отеля кофе. Сейчас мы попросили кипяточку бесплатно. Я не ожидал, что придется так действовать. Говорит, поймай романтику от выезда. Но я отвык уже от этого, правда. Друзья, закинули легкую затравочку сейчас в чат народной команды. Ваня сейчас направляется на этот увлекательный аттракцион. Записали легкий кружок ребятам, чтобы они прямо сейчас в этот момент поддержали Ваню. А мы, дорогие друзья, наблюдаем за этим прекрасным аттракционом прямо сейчас. Короче, мы не туда подошли, оказывается, мы подошли к детским аттракционам. Настоящая карусель нас ждет впереди. Мне уже немножко тяжеловато дышать начинается, потому что там высота, а я крайне не люблю высоко подниматься. Таких аттракционов, которые они мне дали в задании нету, поэтому я взял все в свои руки и поеду на это. Детка! Короче, у меня напряжение полностью во всем теле было. Короче, давненько я на аттракционах не катал. Может все-таки на карусель, на детскую. Естественно, после того, как он меня уже немножко подтачивает. Ваня так и должно подтачиваться, да? А я не вырву или что-то? Нет. Как хотите, можно смеяться, смеяться там, что-то писать. Но реально странно. Я, как бы, очень не любитель экстримового такого. У меня же воздух. Сука! Ну ладно, не плачь, Ваня. Нормально все будет. Найдешь ты кучу. Хорошо, что мы прогулялись. Иначе бы... А кто у нас полетел бы по этой х***ю? Такой небольшой сейчас у нас происходит тайм-аут. Ваня отдыхает, мы покушали. Мы сейчас отправились к стадиону. И снимем еще видео у стадиона. Это будет нужно для того, чтобы он отправился к своей последней точке. То есть к стадиону. Искать меня там. А мы уже будем, соответственно, находиться... В другом месте. В другом месте. А в каком, вы узнаете очень скоро. Звоню Ване по видеосвязи. О, кучер звонит по видеозвонку. Вань, привет! Озел, ты где? Вань, слушай, ну ты... Ты неплохо сейчас провел время, да, я знаю. Вань, ты заслужил подарок. О, подарки я люблю. Я тебе сейчас... Я тебе сейчас... Подарки ты любишь. Ну, а я знаю, твои подарки, они нихрена не добрые. Сережа, я ночью, бля, хамуха, ночью 4 километра шел. Сережа, я замерз. За все твои вот эти ночные страдания, за сегодняшние аттракционы ты получаешь вознаграждение. Сейчас, сейчас на карту я тебе отправлю вознаграждение. Ты его можешь потратить с умом также. Можешь покушать, можешь, я не знаю, отдохнуть. У тебя сейчас есть на это время, потому что, ну, ты далеко от меня. Знаете, ты сейчас находишься, ты находишься в парке, а я нахожусь в другой стороне города. Поэтому, Вань, сейчас на Сбербанк придет письмо счастья. И отдохни, отдохни там как следует, хорошо? Подожди, какого не торопиться, у меня осталось по времени 3 часа тебя найти. Брат, тот, кто понял жизнь, тот не спешит. Поэтому, поэтому не торопись. А дальше, что делать-то мне, ну, и что? За дневников АТО следи, там сейчас будет тебе подсказка одна. Вот, поэтому лови на Сбербанк онлайн-приз небольшой. И давай, до встречи, брат. Короче, ты отправь в десятку, чтобы я уже никуда не торопился и пошел в бар просто и все. Хорошо, брат, сейчас сделаем. Все, давай. Мне кажется, мне сейчас, х**, что-то скинет тело, мне 200 еще. 200? Мне кажется, немного будет. Ребят, 200 рублей. 200 рублей. Сережа, ты сумасшедший? Ребят, все под контролем. Какой-то торговый центр. Смешно, конечно, парень, канал-то захватил, найти меня хочешь. Я уже сказал, что это, в принципе, невозможно. Надо выходить обратно, пойдем отсюда. Все, здесь уже делать нечего, надо ловить его. А вы можете по этому зданию определить, что это за строение у вас в городе? Где это находится? Например, вот это, в высотке, да. Башня Высоцкого. Это башня Высоцкого? Да. Спасибо большое. Едем на башню Высоцкого. Смотри, что за бар. Так, а теперь сюда, смотрите. Это тот кружок, который он мне давал, как его, подсказку. Давай проверим. Бляй, ну это знаменитый бар, в котором отдыхают все фанаты Спартака. У меня даже спина прошла, куча. Потому что я пикот чувствую. А вот этот человек заходил сегодня в это заведение? Слушайте, ребят, все под контролем. А он давно ушел сюда? Такой час уже. Час назад ушел? Издевается за мной, я уверен. Осталось только найти куда идти. Мы решили сейчас добавить немножечко огня в этот выпуск. Я не знаю, что за это получится, честно. Будет импровизация, все как обычно. Поэтому мы сейчас приехали на катера. Стронгу сейчас отошлем видео с загадкой. Им от алиби, они сейчас у алиби у Высоцкого. Им сюда идти, ну может быть минут десять, короче, пешком. Мы сейчас кинем ему непосредственно загадку, чтобы он ее мог легко отгадать. И я ему дам двадцать минут. То есть мы двадцать минут с этой локацией уходить не будем. Но локация, сами понимаете, не то, что я здесь стою на берегу. Нет, я буду дам. Он-то об этом не знает. И, соответственно, тут уже дальше попросим штурмана этой лодки, чтобы он нас высадил не здесь, а по возможности где-то. Не знаю, возможно, это будет сделать. Короче, делаем на свой страх и риск. Сейчас отправляю Ване видео и посмотри, что за это получится. Короче, кучер прислался от щуху. Вань, привет еще раз. Брат, короче, небольшая загадка. Я решил упростить тебе жизнь и закончить со мной пораньше в этом выпуске, потому что я уже сам устал от тебя бегать, прятаться. Короче, загадка. Я там, откуда уходят корабли. У тебя есть двадцать минут. Девушка, порт. А где порт у вас находится? Чечень. Как-то вы не знаете. Бля, а он мне двадцать минут дает. Нет порта. Может, не порт, не встречал тут, не бля. Нет порта. Причал тоже, бля. Лодочная станция. Это где? Это недалеко здесь. В целом, пешком, двенадцать минут. Но мы власть не там, что там будет. А если это не там? Потому что там же разные еще есть. Здесь где-то. Ты тут недалеко, по сути. Чё, погнали, х**ди. Четыре минуты. Короче, друзья, двадцать минут и стеклеет. Парни, не знаю, их, короче, не видно. Ну, я думаю, мы пойдем взять на катер, да? Думаю вообще. Кого-то их вижу, слышу. Я один ехал. А, да! 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 Блоку, утряли! Парни, спустят, сколько лодки. Иди спаши. Ха-ха-ха. Я уже его нашел, он мне дал двадцать минут. А, да, да! А, 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 да! Вот, я его точно не коснусь, поэтому нарушать закон нельзя. Ну, это очень нехорошо было! Шел он, Ваня! Очень, да! Они-то вернутся, а я его здесь жду. Но если только он не сойдет, блять, где-то. А, извините, пожалуйста, а они могут сойти где-то там остановиться? Могут? Могут! Могут! Ха-ха-ха. Пойдем дальше. Он говорит, что он выгрузил их, но плана он не рассказал, но он не знает. Короче, надо бежать туда, на пресине «Динамо». Мы сейчас не плачем в метро, но в «Динамо». Дальше мы отправляемся сейчас на стадион, где Ивана должна туда привезти моя подсказка. Тратили последние деньги, и мы в квадрате, где находится Кучер. Осталось теперь только его найти. Я надеюсь, что мы сможем. Мы сейчас пройдемся по парку, поэтому я уверен, что он где-то тут. Знаете, как парк называется? «Динамо». Друзья, короче, это просто сейчас был миллиметраж, как говорится. Мы были просто там в звании. Где просто миллиметраж, бля? В метрах пяти. Я сам ему дал подсказку, я сам ему привел на мое место, но я не ждал, что это получится настолько, настолько близко. Он уже в метро. Я приехал в парк, думал, сейчас я его тут словлю. Оказывается, приходится нам уходить отсюда, потому что здесь мы его уже точно не словим. Бля, я устал, посмотри, честно, уже за ним гоняться. Но это не то, что миллиметраж был. Миллиметраж увеличен, я не знаю во сколько раз, так, что между нами еще вода была. Я не знаю, что мне делать, вот пойдем гулять, Макс, все. Денег нет, мы потратили последние деньги на самокат. История с катером, она была придумана буквально за пять минут по ходу выпуска. Эта история чуть не обернулась финалом для меня. И мы могли закончить выпуск намного раньше. А если бы парни поехали на самокате дальше, то они легко бы нас поймали в парке возле метро «Динамо». Но это уже в прошлом. Сейчас начинается финальная история. Финальная история с очень интересным концом. Так, ну что, вот, прислал, блядь, опять задание. Но я как бы предполагал, он около стадиона. Даня, привет еще раз. Слушай, ну, игра подходит своему финалу. Собственно, я нахожусь у стадиона. Люди уже вон стоят в очередях на вход. Давай, я тебя жду. У тебя осталось совсем немного времени, чтобы меня сейчас найти. На матче остается буквально, где-то может быть в районе часа, минут сорока. Варик, ну, уйди туда. Какой еще? По-любому он там. Нужно для того, чтобы он отправился к своей последней точке. То есть к стадиону, искать меня там. А мы уже будем, соответственно, находиться в другом месте. В другом месте. Вряд ли он оттуда газанет в сторону бара. На стадион он не пойдет, он будет где-то рядом с территорией стадиона. Пойдем уже. Че? Че? Пешком идем? Пешком идем. Куда? О чем еще? У меня следующий день. Писаться в автобусе. Какой писаться в автобусе? У детей 20 минут. Пойдем. Время есть. А я про стадион весь день говорил, где Макс. Надо было там, блядь, его на саде сидеть ждать. Собаку я уже чую. По запаху у меня в этом городе. Я только им воняю. Сейчас что-то такое, что Ваня поехал на стадион, по моей подсказке. Он сейчас будет искать меня там. После чего ему дадут еще одну наводку. И он должен меня уже до стартового свистка найти. Время стоит совсем чуть-чуть. Там полчаса до футбола. Поэтому мы уже на месте. Смотрим сегодня футбол с ребятами, с уральцами, которые собрались сегодня. Кейбенд, Кабанда, КБ и КБ. В общем, все, кто болеет за Спартак в Екатеринбурге, сегодня собираются в одном месте. Мы его не афишировали. Лишь для того, чтобы Ваня нас не спалил. Поэтому ждем. Ну, победит красавчик. Не победит. Будем его брить, значит. Не знаю, конечно, я в живых останусь после такого. Блин, здорово. На самом деле очень устаешь, очень устали. Но все-таки хочу сказать еще раз спасибо нашим друзьям из букмирской компании Винлайн, которые помогли нам реализовать этот проект, которые помогли нам с тем, чтобы мы сюда приехали и устроили для вас это шоу. За это им респект. Как обычно, ссылка находится в загребном комментарии. А также, вы знаете, что все выездные форматы проходят с нашими друзьями из Traveling Crowd. Сейчас ребят с нами нет. Ребят занимаются другими делами. Но также хочется им сказать спасибо и передать привет. Ребята, вам огромный привет. Как обычно, ссылки на пацанов находятся в описании. Ну что, финал уже все близко, реально. До финала полчаса. Жду, не дождусь Ивана. Мне очень интересно. Что это будет? Вот такой. У меня еще ходил? Были, по-моему, сложно, да. Можно, конечно, заметить, но... Что он заходил? Он реально оформил вам ID? Нет. Был? А такой смуглиник с ним, второй еще был с камерой тоже. Нет? Да, еще оформили вам ID и пошли на территорию? Да, ну это зашкваршим. Я ради приза не готов, ради приза не готов на это идти. Сейчас вот сбросим у нового ID. Ты не видел кучера? Короче. Да ладно. Ты что тут вообще делаешь? Паша тоже в этом выпуске будет исполнять ключевую роль. Блин. Кучер еще. Тут, блядь, кучер тут не может быть, понимаешь? Мы же против, понайди. Но. Поэтому тебе нужно, у тебя задача сейчас идти кучер. Я знаю. Помните, я вам рассказал про Пашу в этом выпуске. Я сказал, что он будет играть ключевую роль. Так вот, его момент настал. К сожалению, Павел до конца не понял свою задачу и дал Ивану один конверт на выбор. Он должен был дать ему два конверта. Дальше мы узнали об этой ситуации и принимали срочные меры для того, чтобы исправить и направить Ивана туда, как все должно было происходить изначально. У него на выбор два конверта. Один конверт с баром Алиби, второй конверт с баром Три Толстяка. Не садимся на Пашу. Мы ситуацию выровняли. Смотрим дальше. А вот, тебе нужно просто... А можно я просто вот так вот попробую? Можешь потрогать? Энергия. Все. Куда ты пошел? Стой. Эй, я сейчас так вот... Второй заберу. Алиби. Все, бежим. Короче, блин, ситуация следующая. Сейчас Паша Тигран написал, он же Ваню встретил в стадионе и должен был дать ему два конверта. В одном конверте бар Алиби, во втором конверте бар Три Толстяка, где мы сидим. Ваня, соответственно, должен выбрать, куда ему ехать и, собственно, приехать в один бар, если нас нет, ехать в другой, либо он сразу нас находит. Потому что тема такая, что Ваня взял вслепую, короче, один конверт и в нем билет в Алиби. Я сейчас ему запишу голосовой, что, Вань, у тебя два варианта. Вань, слушай, ситуация следующая. Ты должен был взять, был два конверта, посмотреть, какие там бары. Соответственно, у тебя бар либо Алиби, либо Три Толстяка. Я тебе говорю, ну, просто по-честному, чтобы ты сразу понимал, что ты не обязан ехать в какой-то один бар, типа. Я нахожусь в одном из этих баров. Два задачи, соответственно, я на тебе. Найти у меня должен был стартовый свистка. А ты неплохо сейчас провел время, да, я знаю. Я еду за тобой, Сережа. О, нет! Осталось теперь только его найти. Я надеюсь, что мы сможем. Музыка. 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 Все, Ванин красава. На самое время. 19.52. Во-первых, мой кубок. Кубок победителя. Я тебя поздравляю. А ты понимаешь, что он на карте не отмечен? Ты это понимаешь или нет? Так почему ты думаешь так, Вань? Он по пути, Ваня. Первый. Уже сюда забегай. То, что мы в итоге ситуацию сразу выровняли, позвонили стронку и написали, что Вань, не один конверт, а два, и два бара тебе нужно найти, и алиби находится по пути сюда. Ваня за 8 минут до конца, по сути, всей этой истории, забирает кубок. С чем мы его поздравляем, друзья? Накидайте лайки, пожалуйста, под этим выпуском. Напишите, что стронка реальный красава, он реальный красава. Друзья, этот выпуск подходит своему концу, именно к концу тому, что у нас были эти кошки-мышки. Найди меня по-фанатски. Вань, это первый выпуск, первый формат, я тебя поздравляю. Ты за 8 минут до, в принципе, конца, ты успел меня найти. Друзья, вы можете оценить этот выпуск в комментариях, абсолютно спутиться вниз и написать. Вань, у меня к тебе вообще вопрос, точнее их несколько. Мы видели твои эмоции уже в этом выпуске 100%, вы все это записывали. Давай тезисно. Вот когда ты знал, что надо будет ехать в Якат, но ты не знал правила игры. Да, не знал. Когда ты начал с ними сталкиваться, что у тебя в голове было? Да, в целом в голове ничего не было, просто думал, буду действовать по наитию, расследование вести, потому что я в первые, с первого видоса, кружка, когда ты меня отправил, понял, что ты в какой-то гостишке. И я начал мониторить гостишки, и там все это видно, Макс записал, где я мониторил, блядь, холлы, лобби типа, понял, по фоткам, я зашел на Яндекс.Путешествие, на Озон.Тревел, Островок и искал фотографию, похожую на это, понял? Ну а так, в целом, какие эмоции? Ну тебе понравилось просто? Конечно, тебе понравилось. Понравилось, понравилось. А ты разгрузила там твои будь, я не знаю, ну ты же вообще встряхнула тебя? Да, у меня еще параллельно работа была, это очень смешно было. Макс говорит, я Макс говорю, погоди, погоди, отхожу, потом мы что-то не снимаем. Потом, когда ты мне дал 20 минут, я сидел в туалете, и ты мне допил, что у тебя есть 20 минут, для этого заебись. Прибегай, короче, Макс, говорю, сообщение, быстро, гоним. Ну и все, короче, мы ищить не успели. Слушай, круто, просто объясню, наказание было. Какое, бля? У нас с собой была машинка для бритья, триммер. Если бы ты не успел ее найти, брат, либо борода, либо волосы. Приз 10 тысяч рублей, поэтому я тебя поздравляю, десяточку, мы тебя сейчас переводим на карту. Поэтому считай. Десятка, десятка. Короче, друзья, во-первых, спасибо вам, что посредил выпуск. Спасибо, что повелись на эти все наши разведники. Что, мы ждем музыку, да? Пока проедет. Пока сучки проедут. Короче, друзья, всем спасибо, кто посмотрел этот выпуск. Спасибо, кто следил за этой историей в наших социальных сетях. Это, ну, sorry, что там кто-то испугался, когда я записал кружок, что мне пришлось уехать из города, потому что со мной случилось страшно. Со мной реально случилось страшное. Меня начал искать строк. Первый выпуск нового формата «Найди меня по-фанатски», Екатеринбург завершен. Вань, еще раз поздравляю тебя. Также, ребят, говорю спасибо нашим друзьям из Винлайна, которые поддержали нас в этом начинании. Ну, естественно, спасибо вообще нашим операторам и ребятам из Красно-Белого Екатеринбурга, кто помог нам в организации. Не без косяка, конечно, не без косяка вот эта история в финале, но оно тем круче и выше. А Костя, как карается, пацаны? Ну, давай, давай, ладно. Как карается? Давай, только не сильно. Все, брат, от души. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я здесь хотел это сделать. Ну, а также, друзья, в этом выпуске, как обещал, будет три розыгрыша. Мы сейчас их вводим картинкой. Первый розыгрыш, Вань, для наших уважаемых братвы, для наших уважаемых подписчиков, это футболка московского «Спартака» с автографом команды. Вторая – это футболка новой коллекции, народной команды. Вау. И третья – это фирменные худи Вина с кипюшоном. Вау. Что нужно для того, чтобы принять участие и выиграть эти призы? Нужно подписаться на канал, поставить лайк этому выпуску и написать комментарий. Абсолютно любой. Информацию дадим, когда выберем троих победителей, поэтому всем удачи. Участвуйте в этом конкурсе, ставьте лайки и пишите Стронгу в комментариях. И самое главное, друзья, напоследок подпишитесь на соцсети Ивана Стронга. Они сейчас перед вами. Футбол уже начинается, он уже начался, поэтому под конец для нашей братвы легенькая нарезка того, что будет происходить в баре «Три толстяка». Футбол, ты футбол!